Мне очень нравится находиться рядом с миссионерами полного дня. Они полны веры, надежды и подлинного милосердия. Их миссия похожа на маленькую жизнь, сжатую до размера 18 или 24 месяцев. Приезжая на миссию, они похожи на духовных младенцев, готовых с жаждой познавать этот мир, а уезжают повзрослевшими и готовыми преодолеть любые трудности, которые только могут возникнуть у них на пути. Не меньше, я люблю и пожилых миссионеров, преисполненных терпением, мудрости и спокойной уверенности. Они привносят любовь и непоколебимую твердость в свой поток юношеской энергии. Сливаясь вместе, их усилия становятся могучей, несокрушимой силой добра, которая оставляет глубокий след в их жизни и жизни многих людей, тронутых их служением. Недавно у меня была возможность пообщаться с двумя замечательными молодыми миссионерами. И они рассказали мне о своем опыте служения, о своих трудах, задумавшись о людях, с которыми они разговаривали на улице в тот день. Они вспомнили, что некоторые из них были более восприимчивы к посланию Евангелия, и они задавали мне вопросы. Как мы можем помочь каждому человеку развить в себе желание узнать больше о Небесном Отце? Как мы можем помочь людям почувствовать Его Дух? Как мы можем помочь почувствовать им нашу любовь? Мысленно я представляю этих двух молодых людей через три или четыре года после завершения своей миссии. Я увидел их рядом с вечными спутницами, увидел, как они служат в коруме старейшин или обучают юношей. Теперь они задавали себе те же вопросы, но уже не о слушателях, а в отношении членов корума или общества молодых мужчин, о которых их призвали заботиться. Я увидел, как опыт, полученный именно на миссии, поможет им заботиться о ближних до конца своей жизни. Возвращаясь с миссии в свои родные страны по всему лицу земли, эта армия праведных учеников Спасителя становится опорой в построении Церкви. Мы благодарим вас, наши преданные миссионеры. Возможно, у пророка Легия из книги Мормона возникали похожие вопросы, когда он услышал ответ своих сыновей относительно полученного им видения и руководства. Цитата. И таким образом, Ламан и Лемуил, будучи старшими, роптали на своего отца. А роптали они потому, что не знали деяний того Бога, который сотворил их. Возможно, каждому из нас знакомы переживания Легия, связанные с двумя его старшими сыновьями. Когда мы общаемся с ребенком, который постепенно отходит от праведного пути, или со слушателем, еще не готовым взять на себя обязательства, или с предполагаемой старейшиной, отказывающимися от служения. Наши сердца переполняют чувства, похожие на те, что испытывал Легий. И мы задаемся вопросом, «Как мне помочь им почувствовать и распознать Духа, чтобы они смогли преодолеть влияние мира в своей жизни?» В ответ мне приходят на ум два стиха из Священных Писаний. Нефий дает нам ключ к получению знаний, опираясь на свой опыт. «Я, Нефий, имел также великое желание узнать о тайнах Божьих, а потому я возвал Господу, и вот Он посетил меня и смягчил сердце мое, так что я уверовал во все слова, изреченные моим Отцом, и потому я не восставал против Него, подобно моим братьям». Пробуждение желания познать истину наделяет нас духовной способностью услышать голос Небес. Найти возможность пробудить это желание познать истину и подпитывать его — вот задача и обязанность каждого миссионера, родителя, учителя, руководителя и члена церкви. Чувствуя в себе желание познать истину, мы сможем извлечь пользу из второго стиха, который я хочу привести. В июне 1831 года, когда первые руководители церкви призвали отправиться на миссию, Джозеф Смит получил откровение о том, что, цитата, «Сатана на земле повсюду и ходит, обманывая народы». Чтобы мы могли преодолеть отвлекающие нас уловки сатаны, Господь обещал, что даст образец во всех делах, дабы мы не были обмануты. Образцы — это руководство, примеры, повторяющиеся шаги или действия, предпринимаемые человеком, чтобы оставаться на пути, соответствующим целям Бога. Следуя указаниям, установленным в этих образцах, мы сможем оставаться смиренными и бодрствующими, готовыми отличить голос Святого Духа от всех других голосов, которые отвлекают нас и уводят с пути. Далее Господь наставляет нас, «Кто трепещет перед силой Моей, тот будет укреплен и принесет плоды похвалы и мудрости согласно откровениям и истинам, которые я дал вам». Скромная молитва, вознесенная с искренним желанием, позволяет Святому Духу коснуться наших сердец и помогает вспомнить то, что мы уже знали еще до рождения на земле. Чем лучше мы понимаем план нашего Небесного Отца, задуманный для нас, тем сильнее начинаем осознавать свою обязанность, помогать другим узнать и понять его план. То, как мы живем и применяем Евангелие в своей жизни, тесно связано с нашим желанием помочь другим людям вспомнить план Бога. Когда мы действительно живем согласно Евангелию, так, как учил Иисус Христос, наша способность помогать окружающим возрастает. Следующая история — пример того, как работает этот принцип. Два молодых миссионера постучали в дверь, надеясь найти кого-то, кто был бы готов услышать их послание. Дверь открылась, и довольно крупный мужчина обратился к ним в манере, которую трудно назвать дружелюбной. «Кажется, я уже просил вас никогда больше не стучаться в мою дверь. Я предупреждал вас, что если вы вернетесь, ничего хорошего вас не ждет. Оставьте меня в покое». И с этими словами он захлопнул дверь. Когда старичины ушли, старший, более опытный миссионер, обнял за плечи младшего напарника, чтобы приободрить его и утешить. И хотя они этого не знали, тот человек наблюдал за ними из окна, чтобы удостовериться, что миссионеры его правильно поняли. Он ожидал увидеть, что они просто посмеются и не особенно расстроятся из-за его резкого ответа. Однако проявление доброты между этими двумя миссионерами внезапно смягчило его сердце. Он вновь открыл им дверь и попросил их вернуться и поделиться с ним своим посланием. Если мы подчиняемся его воле и живем, следуя его примеру, то можем ощутить его дух. Спаситель сказал, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой, любить ближних, развивать в себе способность сосредотачиваться на Христе в том, что мы думаем, говорим и делаем, это наиважнейший принцип на пути нашего становления как учеников Христа и учителей Его Евангелия. Пробуждение желания познать истину готовит нас к поиску образцов для нашей жизни, обещанных Господом». Один из таких образцов, принципов Евангелия, это претерпеть до конца. Цитата. «И благословены те, кто будут стремиться утвердить мой сион в тот день, ибо у них будет дар и сила Духа Святого, и если они устоят до конца, то будут вознесены в последний день и будут спасены в вечном царстве Агнца». Каким же требованиям мы должны удовлетворять, чтобы удостоиться и наслаждаться даром и силой Святого Духа? Мы должны быть верными учениками Иисуса Христа. Мы должны любить Его и наших ближних. Благодаря Его любви все люди получают благословение Воскресения. Спаситель указал нам, как мы должны любить. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг друга». Президент Хинкли учил нас. Любить Бога — это не просто совет, это не просто добрые пожелания, это заповедь. Любовь Бога — есть корень любой добродетели, всего доброго, всех сильных качеств характера, источник всякого стремления поступать праведно. Согласно плану Отца, мы должны родиться и жить в семье, чтобы изучать, применять и понимать силу любви. В тот день, когда родилась наша собственная семья, мы вместе с моей дорогой Энн вошли в храм и вступили в брачный завет. Тогда мне казалось, что я очень люблю ее, но на самом деле это было лишь начало, начало любви. Когда рождались наши дети и внуки, наша любовь расширялась, усиливалась, чтобы мы могли любить всех их в равной степени. Как мне кажется, у нашей способности любить нет границ. Когда мы чувствуем любовь нашего Небесного Отца, она притягивает нас к небесам, подобно тому, как сила гравитации притягивает нас к земле, убирая из своей жизни то, что мешает нам прийти к Богу и влечет нас на пути этого мира, используя свою свободу выбора, чтобы искать его. Мы открываем сердца навстречу целестиальной силе, которая притягивает нас к Нему. Нефи так описывала это влияние. Он наполнил меня своей любовью так, что может даже сгореть плоть моя. И та же сила любви побуждала Алму петь песни скупительной любви. Она также тронула сердце пророка Мормона, и он увещевал нас молиться Отцу со всеми силами сердца, чтобы мы могли преисполниться его любовью. Я уверен, что руки нашего Небесного Отца постоянно простерты к нам, готовы принять каждого из нас свои объятия и сказать каждому из нас тихим, проникновенным голосом «Я люблю тебя». Благодаря заданному Небесами образцу семьи мы лучше понимаем, как по-настоящему любит нас наш Небесный Отец. Он любит каждого одинаково и сильно, и я свидетельствую, что это так. Бог действительно знает и любит нас. Он дал нам видение своей святой обидели и призвал пророков и апостолов, чтобы научить нас принципам и примерам, которым мы должны следовать, чтобы вернуться к Нему. И если мы стремимся побудить в себе и в других желаниях познать установленные им образцы и следовать им в жизни, мы можем стать ближе к Нему. Я свидетельствую, что Иисус есть Сын Божий. Он совершенный пример и образец для нас и возлюбленный Искупитель. Я говорю это все во имя Иисуса Христа. Аминь.